Я Левашов Владимир Александрович, практически с рождения проживаю в Грузии. Учился здесь в школе в Грузии. После окончания школы поехал поступать в университет в Россию. Там учился, работал, получил гражданство. Мама моя, инвалид первой группы с 1994 года, является гражданкой Грузии. Она проживает здесь все время. И в последнее время ей со здоровьем не очень хорошо, сердцем плохо, бывают ухудшения. Она попросила меня приехать, смотреть ее, потому что одной ей практически уже невыносимо. В общем, попросила воссоединение семьи. Я приехал сюда, подал запрос на получение визы, миграционной визы для получения вида на жительство, чтобы мог смотреть мать и проживать здесь. И, в общем-то, планы мои связаны с Грузией. Я здесь и вырос, и хотел бы здесь и работать. Но самое главное, конечно, это маму, смотреть маму, потому что это просто необходимо. Я не могу ее покинуть, оставить. Я получил визу миграционную, подал прошение на получение вида на жительство. Но мне дали отказ в виде на жительство, мотивируя тем, что я опасен для государства. Я не могу понять, в чем опасность для государства. И просто не знаю, что дальше делать, как решить эту проблему. Потому что и маме здесь, у нее, кроме меня, больше никого нет. Она без меня не сможет. Ей нужно и условия для жизни создать. То есть я хочу сделать систему отопления, потому что очень холодно зимой. Это ненормально, когда разделяют семьи и нет возможности законно воссоединиться. Когда, кроме мамы, у меня никого больше нет. Отец мой умер. Это вот самый близкий мой человек. Также и у матери моей тоже нет детей, кроме меня. Мы как бы два близких человека, которым ставятся препоны в том, чтобы просто жить вместе. Самое главное – это то, чтобы она как можно дольше прожила. Создать все условия мне нужно для этого. И впоследствии, чтобы хотел бы здесь открыть мини-гостиницу. То есть заниматься здесь развитием бизнеса на благо страны, на процветание страны. Почему мое желание жить и смотреть маму является таким угрожающим для страны? В чем угроза этого? Я родилась в Грузии. Мои родители, мои бабушки, дедушки, все местные жители. Мы живем здесь уже 80 лет. Я с 1994 года болею. У меня инвалидность. И с годами мое здоровье лучше не становится, а только хуже. И сын тоже здесь вырос мой. У меня единственный сын. Он вырос тоже здесь. Здесь учился в нашей школе. Работал в Таганроге. Зарабатывал деньги, чтобы обеспечивать семью. И я, поскольку я больше и больше болею, проблем возникает больше по жизни. И я очень хочу, чтобы мне сын помогал. Он там отдельно, у него нет там никакого жилья. Здесь у него свой дом. Мне справляться уже трудно со своим хозяйством. Да и со своим здоровьем в первую очередь трудно. И я бы очень хотела. Не то, что очень. Это мне жизненно необходимо, чтобы мой сын жил рядом со мной. Чтобы он меня смотрел. Мне уже 62,5 года. Это немало. Тем более, здоровье подорвано. И я очень, очень хочу, чтобы мы жили под одной крышей. Чтобы он мне помогал. И вот я очень прошу вас помочь мне в этом вопросе. Потому что это, ну, жизнь... Это же вопрос жизни, скажем так. Ребенок учился здесь, в нашей школе. Я гражданка Грузии. Он тоже гражданин Грузии был. Но вот учился там, в России. И там получил гражданство. Но там у него нет жилья, ничего. Он только там. Для того, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы здесь что-то нам сделать в дальнейшем. Чтобы у нас, поскольку мы живем на берегу моря, хотим гостиницу. И очень бы хотелось, чтобы мы потом платили налоги и принесли пользу государству. В принципе, тоже каким-то вот образом что-то как-то... Чтобы были более полезны своей стране. И очень... Ну, фактически, он гражданин Грузии. Ну, истинный. Мы настоящие... Как сказать... Да люблю я Грузию. Вот. Вот как-то хотелось бы, это не подобрало слово. И никогда в жизни я не хочу отсюда уезжать. Но и моему сыну здесь нравится, потому что это тоже его родина. Хоть он и родился в Ленинграде, но с шестимесячного возраста он здесь живет. И не выезжает только вот на учебу и на работу и все. Что с этим –dUan В – Ажанитху Айши в Сервисе в сегае и клиенте Увань была в универсулей мира COVID-19 власть В Санскр Заходове Ажанитху Айши Развив аллергии Ажанитху Айши Кандала Ксен Невичнэ Невokratов Это мотивация как из Шинака начали с понятия притраж 3 от 5 года 10 года, чтобы было много правильного результата, тех, кто был с днём или 4 до 6, в результате с очень много давления в поведение, что следует, чтобы открыть пассажирование, что было добровольно русское правило, у нас есть хуйца, и это именно разрешение показателей, потому что мы считаем, что, что это на самом деле, которые задевали, знаете, мировые действия, в то более, что мы становились на огромные вопросы. В этом году мы получили практику и на архитекты, в том числе, без дополнительных отношений, Я очень рад, что это очень хорошо. Спасибо за субтитры.